В эфире программа День города. Здравствуйте! В студии Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Новое общежитие для молодежи. Спикер Совета Федерации Валентина Матвенко заявила, что необходимо отказаться от старого типа общежитий. Ситуация на дорогах региона. Открытые люки, бесконечные ямы приводят к тому, что люди начинают жаловаться на эти проблемы в ГИБДД. От холодного лета простудные заболевания зарабатывают не только люди. Гражданам нужно проявлять особенную заботу и по отношению к своим домашним животным. Необычная находка в Рязани. Сотрудниками дирекции по благоустройству города случайно были найдены старинные весы. Спикер Совета Федерации Валентина Матвенко призвала отказаться от общежитий и заявила, что такая форма проживания дискредитировала себя за годы советской власти и устарела. Она отметила, что есть много вариантов, где может жить молодежь и студенты. И привела в пример молодежные кооперативы и дома с квартирами-студиями. В настоящее время многие общежития по всей России находятся в плачевном состоянии. В зданиях периодически происходят пожары, рушатся потолки, царит антисанитария. Но сейчас строится также современное общежитие квартирного типа. Важно, чтобы государство продолжало развивать это направление, поскольку в текущем году строительство было сокращено практически на 20%. Хотя для студентов возможность переселения в комфортное общежитие все-таки появляется. Подробнее обо всем расскажет Валерий Седов. Общежитие. Как много в этом слове. Для студентов это целая эпоха жизни. Злые коменданты, общая кухня и один душный этажи. И все-таки для молодых людей это необычные годы. Новые знакомства и новые впечатления. Правда, теперь такое необычное место для студентов может перестать существовать. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала отказаться от общежитий. Она заявила, что такая форма проживания дискредитировала себя за годы советской власти и устарела. Также отметила, что есть много вариантов, где может жить молодежь. Например, кооперативы и дома с квартирами-студиями. Российский студенческий союз считает, что инициатива главы Совета Федерации заслуживает публичной дискуссии. И предлагает создать программу предоставления льготного жилья для студентов. Мария Морозова живет в общежитии уже не первый год. И с такой инициативой она согласна. Именно в этом общежитии кухню закрывают где-то вечером в 11. И душ по ночам не работает. Если ты работаешь, приходишь вечером, то, естественно, у тебя времени и поесть, возможности нет. Не помыться, не поесть. Студенты-первокурсники считают иначе. Для них общежитие, наоборот, чистое и светлое. Условия хорошие, вода горячая. Каждый день мы можем нормально купаться. Это, наверное, самое главное. Если студенты живут в общежитии, они общаются друг с другом. Они узнают друг друга. Разные национальности общаются друг с другом. Но в квартирах, мне кажется, такого уже не будет. Если сравнивать российские общежития с зарубежными, то можно заметить большую разницу. Чистые просторные помещения и широкие коридоры. Да и внутренняя отделка комнат радует глаз. К тому же, в зарубежных странах предоставление молодежи социального жилья или помощь в покупке квартиры по оброской цене – устоявшийся опыт государственной социальной политики. В России же такая система может быть использована только в случае увеличения государственного финансирования. Поэтому пока вопрос вынесли на публичную дискуссию в Совет Федерации. Теперь остается ждать и надеяться, что студентов ждет светлое будущее в просторных помещениях. Новости с дорог Рязанского региона продолжают появляться. Они имеют различный характер. И начать хотелось бы с проблемной стороны вопроса, постепенно переходя к темам, которые касаются решения проблем. На одной из Рязанских улиц автомобиль чуть было не ушел под землю. Рядом с жилым домом по улице Новоселово, дом 36, одно колесо машины провалилось в конституционный люк. Сильных повреждений автомобиль не получил, а люк вскоре закрыли. Еще одно происшествие случилось в городе Ряжске Рязанской области. На улице Пожалуйстастиной инспекторы областного ГИБДД остановили нетрезвого водителя. С первого взгляда сотрудники выявили у нарушителя признаки алкогольного опьянения. По их словам, от водителя шел резкий запах спиртного и на ногах он еле держался. К слову, нарушитель все-таки сознался в употреблении алкоголя. После проверки на алкотестере прибор показал 1,2 промилле. Теперь нарушителю предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Также его отстранят от вождения на срок от полутора до двух лет. В свою очередь сотрудники госавтоинспекции в очередной раз напоминают водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. А что касается нетрезвых людей, которые садятся за руль, они совершают настоящее преступление, подвергая опасности себя, своих близких и окружающих людей. Относитесь уважительнее к друг другу. Очевидно, что рязанцы продолжают страдать от плохих дорог, из-за которых случается всякое. Водители застревают колесами в ямах, не могут выехать с парковки из-за выпирающего люка, рвут шину штырем, торчащим из бордюра. Рассказывать о той либо иной яме не имеет смысла. Мы решили, что терпеть это нельзя. Надо жаловаться властям. Далее расскажем, как это сделать. В России существует государственный стандарт ГОСТ Р-5597-93. Он описывает требования к дорогам и обязывает власти устранять дефекты, просадки, выбоины, торчащие крышки люков, выпирающие железнодорожные рельсы. На дорогах, где ездит много машин, по ГОСТу повреждения должны устраняться за 5 суток, во дворах за 10. В документе указано, что, внимание, предельные размеры отдельных ям и выбоин не должны превышать по длине 15 сантиметров, ширине 60 и глубине 5. То есть, если в яму помещается хотя бы половина кроссовка, то ее должны заделать. Посмотрим пример. Эта дорога соединяет дворы домов улицы Касимовская, шоссе 54 и Новоселов 35, корпус 4. Ямы здесь, мягко говоря, не соответствуют ГОСТу. В России существует закон о безопасности дорожного движения. Согласно ему, ремонтировать дорогу должен ее владелец. Городскими дворами и дорогами владеет город. Если в городе запущены дороги, значит, городские власти не соблюдают закон. Следить за исполнением закона должны органы МВД и, в частности, ГИБДД. К ним и обратимся. Есть два способа пожаловаться на дефект на дороге. Подать официальную жалобу на бумаге по почте или воспользоваться онлайн-сервисами. Мы выбрали второе. Заходим на официальный сайт ГИБДД. В блоке онлайн-сервиса выбираем «Прием обращений» и нажимаем зеленую кнопку для заполнения анкеты. На открывшейся странице выбираем «Наш регион». На все обращение уйдет не более 15 минут. Сделайте три снимка дефекта на телефон при дневном свете. Общий план с домами, дорожными знаками и магазинами. Запишите, где находится яма, а в тексте, без лишних подробностей и отступлений, обозначьте дату и место обнаружения ямы. Сошлитесь на законы, коротко опишите дефект и скажите, что хотите, чтобы эту яму убрали. Жалобы с этой страницы поступят в ГИБДД и будет рассмотрено в те же сроки, что и письмо по почте. За следующие 30 дней сотрудники ГИБДД обязаны съездить к указанному месту, найти и сфотографировать яму, составить акт, выдать городским властям предписание и отчитаться перед вами о проделанной работе в ответном письме. При этом необходимо запомнить, что закон обязывает власти устранять ямы на дорогах за 10 дней. Насколько эффективно и быстро сработает эта система, планируем вам рассказать уже в середине августа. Ну а что касается основного вопроса ремонта дорог, стоит сказать, что в Рязани этим летом традиционно продолжаются работы. Теперь отчеты о результатах ремонта можно увидеть на специальных баннерах, установленных в городе. В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги в Рязани» отремонтировано уже 11 улиц. Эта громкая надпись появилась сегодня на одном из баннеров города. И сомневаться в правдивости этих слов не приходится. Асфальт на дорогах и правда хороший. Кажется, что кочки и выбоины остались в прошлом. К сожалению, такая ситуация царит далеко не на всех улицах. Куйбышевское шоссе до сих пор находится в ужасном состоянии. Но на одном из столбов красуется плакат о том, что дорогу отремонтируют до 1 сентября. Правда, выбоины на асфальте продолжают появляться. Ежедневно к нам в редакцию обращаются десятки пострадавших водителей от ям на дорогах. Дорожные службы реагируют и устраняют эти неполадки. Сейчас на ремонт дорог выделено около полумиллиарда рублей. Правда, создается ощущение, что на придворовой территории внимания никто не обращает. Дорога разбита. Только так можно охарактеризовать состояние дворов. Не каждая машина осилит такое без потерь. Спущенные колеса, пробитый картер – это самые слабые повреждения от поездки. Глубина ям часто достигает 10 сантиметров. А длина у них может быть разной. Проехать в дождь на большой скорости по такой дороге не получится. Из-за луж оценить ситуацию невозможно. И такой разбитый двор – не единичный случай. Во всем городе есть много мест, поездка по которым может быть по-настоящему опасной. Остается надеяться, что со временем ситуация все же начнет улучшаться. Холодное лето этого года причиняет неудобства не только людям, которые ждали яркого солнца и жаркой погоды. Тяжело приходится и домашним питомцам. Ветеринары отмечают значительное увеличение простудных и вирусных заболеваний у братьев наших меньших. Среди домашних животных, как и среди людей, распространены простудные заболевания. Однако человек переносит их гораздо легче и быстрее, чем домашние питомцы. Если ваша кошка или собака простудилась, чем лечить питомца от простуды – вопрос, волнующий многих владельцев. В этом году это встречается особенно часто, потому что лето у нас холодное, дождливое. Хозяева очень часто открывают окошки, что является одним из тех моментов, которые способствуют возникновению заболевания. Потому что, как правило, все вирусные заболевания возникают именно через вирусы, которые попадают в окружающую среду по воздуху. Как правило, причиной появления симптомов простуды является переохлаждение. В результате длительного воздействия низких температур на организм животного ухудшается общее состояние. Неблагоприятные условия внешней среды тоже могут стать причиной того, что ваш любимец простудился. Именно поэтому ветеринары рекомендуют выгуливать домашних питомцев только в хорошую погоду. По лету уже практически никто из хозяев не одевает никакую одежду для питомцев. Не для собачек, у которых достаточно небольшой шерстный покров. Поэтому, как правило, все заболевания возникают обычно в условиях дома. У кошек и у собак инфекция достаточно быстро опускается в легкие и бронхи. Поэтому, чем быстрее начать лечение, тем больше оно даст положительных результатов. Потому что, если инфекция опустилась вниз, а это уже бронхи и пневмония, то тут уже все зависит от того, насколько у животного есть сила бороться с данной инфекцией. Простуда у домашних животных проявляется рядом характерных ярких признаков. Распространенными симптомами простудных заболеваний у питомцев выступают слизистые выделения из носа, слезоточивость, горячий и сухой на ощупь нос, вялость, угнетенное состояние, чихание, повышение температуры, затрудненное дыхание и хрипы, снижение или полное отсутствие аппетита. Однако, прежде чем лечить кошку или собаку от простуды, убедитесь, что у животного симптомы именно этого заболевания, а не вируса или бактериальных инфекций, которые имеют похожую симптоматику. Но даже если вы уверены в диагнозе, обратиться к врачу-ветеринару все же стоит. Кроме того, обеспечьте питомцу покой, создайте комфортные окружающие условия. Давайте любимцу только теплую жидкость, хорошо разомните тело животного, что усилит кровоток, и животное быстрее согреется, а значит, ускорится и процесс выздоровления. На прошлой неделе сотрудники дирекции благоустройства города при выравнивании верхнего слоя грунта обнаружили древние весы. Это событие в очередной раз доказало, что Рязанская земля скрывает в своих недрах еще множество сюрпризов. О необычной находке в материале Ирины Ковалевой. В прошлую среду при проведении земляных работ на улице Краснорядской рабочие обнаружили и при помощи экскаватора извлекли из земли старинные весы длиной 2 метра. Фотографии, сделанные на месте находки, тут же облетели все социальные сети. Ну а рабочие поспешили сообщить о найденных коромысловых весах в Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. Сотрудники музея весами заинтересовались. Это так называемые рамно-сторонние коромысловые весы. Состоят они из металлической полосы, коромысла, державки, которая расположена перпендикулярно к ней. У державки имеется этот вертлюг, круг, который подвешивался к потолку, в помещении, где проходило взвешивание товара. И на концах коромысел имеется по крючку. На один конец навешивался сам товар, на другой конец ставились гири, с помощью которых можно было определить этот вес. Имелась здесь также небольшая стрелка, которая, к сожалению, здесь утрачена. Предмет действительно ценный. Во-первых, это довольно крупный экземпляр так называемых коромысловых весов, которые применялись для взвешивания крупногабаритного товара. Мне хотелось бы благодарить вот этих людей, которые позвонили, проявили сознательность, они заинтересовались этим предметом, почувствовали, что он необычен, интересен и имеет какую-то определенную ценность. Ну а во-вторых, на весах сохранились надписи, благодаря которым археологи знают, что сделаны они были в городе Касимове. Здесь же указаны инициалы мастера и, по всей видимости, дата их производства. Проблем с датировкой ученых не возникло. Благодаря надписям становится ясно, что сделаны эти весы были в 1817 году. По всей видимости, вот таким необычным образом, выходом на поверхность, они решили отпраздновать свой 200-летний юбилей. В ближайшем будущем сотрудники музея планируют выяснить имя мастера, который в 19 веке создал эти весы, провести их реставрацию. И тогда они займут достойное место в коллекции Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. 10 июля в Рязанском государственном медицинском университете прошла научная конференция, посвященная 85-летию со дня рождения профессора Павла Швальба. О достижениях легендарного хирурга вспоминали его коллеги и ученики. Подробнее в репортаже Галина Ершовой. 266 публикаций, 4 авторских свидетельства и 6 патентов. Помимо этого он доктор медицинских наук, отличник здравоохранения и заслуженный врач России. Чтобы перечислить все звания и достижения Павла Швальба, понадобится не один час. Сегодня легендарному рязанскому хирургу исполнилось бы 85 лет. Почтить его память приехали ученики и друзья из разных регионов России. Он занимался с точки зрения не только практического направления антиологии, но и соединил в себе многие фундаментальные теоретические науки. Поэтому его монографии, которые были написаны совместно с парфологами, они в общем-то заслуживают особого внимания. Я никогда не забуду, когда мы с ним оперировали, пациента с травматически ложной аневризмой подмышечной артерии. И когда мы открывали рану, действительно, количество источников кровотечения было достаточно велико. С какой бы стратой Павел Григорьевич их остановил, ну, не знаю, сделали бы это хирурги много моложе него. То есть опыт был, колоссальные руки работали быстро, очень четко, нисколько не опережая мысль, но на уровне, наверное, таких инстинктов абсолютно уже. Ему тогда уже было более 70 лет. Именитый хирург стал единственным рязанцем-медиком, удостоенным премии правительства России в области науки и техники. На протяжении нескольких десятилетий он возглавлял специализированную службу по диагностике и лечению заболеваний сосудистого профиля. Воспитал три поколения хирургов и стал инициатором создания одной из первых в России кафедры ангиологии и сосудистой хирургии, которая располагается на базе Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова. День рождения мастера отметили в Рязанском государственном медицинском университете имени академика Павлова. Здесь прошла научная конференция, посвященная жизни и заслугам ученого. Однако говорили не только о научных трудах. Жизнерадостность и интеллигентность Павла Григорьевича до сих пор восхищают его коллег. Павел Григорьевич мог исполнять песни, владел художественным словом и прозой, и был абсолютно эрудирован во многих сферах знаний, не только совершенно в медицине. И это очень дорого, мало кто знает, он работал в нашей областной научно-медицинской библиотеке и формировал там определенные пулы знаний, рассказывал об этом. Павел Швальп прожил 82 года, проработал врачом 56 лет, библиографом 22 года. За это время он принял, проконсультировал и прооперировал около 150 тысяч человек. Можно сказать, что каждый третий рязанец побывал в его заботливых руках. Это все новости на данный момент. За событиями вы можете следить на нашем официальном сайте, а также в группах в соцсетях. Хорошего вам настроения и до встречи! Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом Всегда хотел свой дом Так, чтобы недалеко от города В красивом месте с живой природой и чистым воздухом Я нашел его Построил дом удобный, просторный Рядом охота, рыбалка, грибы Друзья ко мне часто приезжают Есть чем заняться Говорят, хорошо тут у тебя А я и сам знаю Все, что нужно мне и моей семье Все здесь, все рядом В коттеджном поселке Караси А где живешь ты? Субтитры сделал DimaTorzok